Сейчас расскажу одну историю про мой английский. В общем, когда я училась во второй, пятый класс, по-моему, я один год изучала английский в пятом классе. В шестом классе меня перевели в класс коррекции, потому что мне было очень тяжело в своём классе. Я там вообще уже скатилась на тройки и двойки, меня, короче, булили. Вот, и меня перевели класс Е. Вот это буква. Ебанаты. Мы про себя говорили, что все хулиганы были. У нас было четыре девчонки, не знаю, штук там десять, наверное, пацанов. И мы начали изучать немецкий, потому что нам сказали, что немецкий гораздо, гораздо проще английского. И мы в шестом классе проходили учебник за пятый класс. Такая потрясающая учительница была, я не помню, как её зовут. Она, типа, переводчиком там выступала, и она сама в Германии ездила. Потому что она до сих пор ведёт немецкий. Пункт, пункт, комаштрищ, фертищис, ну даст газич. Мастмищ мы вот слушали Рамштайн, приносили, она нам переводила эти песни бестолковые. Потом я пришла в третью школу, потому что мы переехали в центр, на улице Исаева. Про третью школу мы слышали то, что это самая слабая школа, там по щиту ка дебилы. И до сих пор то же самое, говорят, что первая у нас самая сильная, самая вторая, а третья, третья самая вообще тупая. В третью школу я, по-моему, пришла в восьмой класс. Страшно так было, но я не пожалела нисколько. Там я открылась по полной. И вообще, в принципе, вообще мне очень понравилось, и сестре понравилось, и мне понравилось, как мы там учились. После девятого многие уехали. Ну, кто там пошёл сразу учиться. Пересортировка была, а в 10-11 класс доучивались те, кто приезжал из соседних деревень, в какое-нибудь там пустополье. В 10-11 класс там такая заварушка началась, когда эти деревенские приезжали. Должны были завоевать своё место в этой школе. Могу сказать про себя, что я гораздо лучше стала учиться. В первый же день меня посадили с Бедагаевой Яной, я сидела. Девочка, она часто болела, её уже нет в живых. И в первый же день ребята, это Зайченко, что ли, с Шахневичем сидели там. Кстати, ни одного, ни другого нет в живых. Они мне кинули в мой пакет с тетрадками огрызок. Я говорю, ох ты ж, говонюки какие! Я сдружилась с девчонками. Ходила, училась, делала что-то. Я продолжала учить немецкий. У нас была там просто, блин, сумасшедшая учительница, которую не то что мы доводили, блин, она сама себя доводила. Целый урок могла орать о том, какие мы придурки, что мы не хотим учиться, что мы там ходим курить за гаражи. Ну да, мы, может, ничего не делали, но, блин, извините. Немецкий, блин, хэндехох, он нам хэндехохался вообще куда? Да, чё, тоже мне математика, блин. Никто не хотел туда ходить, потому что, блин, знаем, что она будет орать, как сумасшедшая, всех оскорблять и так далее. Задавала нам какое-то задание, мы там что-то делали, писали, она уходила. Блин, ну, спасибо. После 11 класса я поехала в Рязань учиться в колледж. ЖД колледж. Там был какой-то факультет. Ну, можно сказать, там через два месяца мы сразу пошли работать. На почте мы работали. Деньги зарабатывали там, стипендию. До Нового года я доучилась, а потом я уехала. Вот так сложились звезды. Несчастная история о несчастной любви. И через какое-то время, мне было 21-22, я пошла учиться заочно в МЕМП наш рязанский. Я уже в Москве жила, вышла замуж. Там не было варианта учить немецкий. Там был только английский. Вуаля! Мама, я разделся! Молодец! Ну, так вот, в институте у нас не было варианта другого, как учить опять английский. Причем нам же его надо было потом сдавать. И мы учили английский. И у нас почему-то такой был прикол. Хотя мы были на платном, ходили постоянно на сессиях. И там уже такой был контингент. Там не все были молодые. Там уже были женщины, у некоторых были дети. Там кто где работал. И были такие бабы противные, которые, типа, знали, как нам нужно всем поступать. Почему-то они так думали. Изначально мы сдавали деньги перед каждым экзаменом каким-то. И делали подарки, пакетики там со всякой херней и с денежкой. Тортики, чайки, сладости. Мало того, что мы платили, блин, платно учились, так еще и, типа, мы каждый раз должны были что-то сдавать. В итоге мы там раз что-то сдали, два сдали. Потом думали, да блин, сколько можно? Чего вы придумали какую-то странную систему? Нам даже они сами говорили, учителя, преподаватели. Там не учителя, там преподаватели. Да не надо нам ничего, да не надо. Мы вам и так все поставим. Но нет, нам надо обязательно заплатить за все, обязательно нужно сунуть вот этот вот пакет. В итоге потом где-то, наверное, после второго-третьего курса мы просто как бы разделились надвое. То есть там остался этот кастет, как они говорили. Мы кастет, мы кулак. Вот так вот мы должны держаться. А мы говорим, а мы не будем сдавать. И они, знаете, блядь, они, знаете, что придумали? Они, короче, писали, кто сдал деньги, этот список они подавали вот учителям. То есть вместе с подарком, который они там дарили, они еще писали туда список, типа, кто сдал, кому нужно, типа, поставить зачет. Блин, ну, если у меня были какие-то там оценки неудовлетворительные, ну, я вот не знаю я эту историю. Ну, не знала я этот бухгалтерский учет. Надо было учить, прям вникать, а я это не люблю. Ну, тройка у меня, ну, что я могу поделать? Да хоть плати, хоть не плати, она не поставит четверку. Конспекты есть, на уроке я как бы ходила, посещала, я не могла сдать хорошо этот предмет. И она сразу сказала, идите нафиг, мне ваши деньги не нужны, мне ничего не нужны, я ничего не буду принимать. Там все обосрались. И ты нам, значит, всем тройки поставь. Нет, кто учился, все равно тому поставили четверки. Конечно же, пришло время сдавать английский. А я, в принципе, английским дома сама занималась. Было такое, типа, приложение на компьютере Ешка. Такое задротный, но хороший. Я научилась там читать правильно, кое-какие слова подучивала. И в итоге, это наш кастет, как обычно, по своей вот этой вот логике, что надо что-то купить. Цветы что-то ей подарили, там пакет ей опять этот принесли со списком. А она даже, по-моему, не приняла. И она сказала, мне пофигу, я буду оценивать, как я считаю нужным. Там, ну, не особо сложно было сдавать какой-то рассказ и что-то прочитать. В общем, я сдала на четверку. Это не все, не все смогли сдать. Я просто не знаю, как, как. Я сдала на четверку. Я хорошо почитала, я все правильно как бы сделала. Она мне поставила 4. Как же они там обосрались все. Да, моя, как так? Некоторые люди, они вот в своей глупости так уверены, что они, блин, все правильно делают. А я в душе так ликовала и смеялась над теми, кто получил тройку. Это было круто. А что самое интересное, после того, как мы перестали сдавать деньги, они меж собой переговаривались. Они нам даже расписание уроков, они нам не скидывали. Вот я отсутствовала, я была беременна, я родила. Я записываю. Да, и вот я отсутствовала одну сессию. Я никому не говорила, я никому не подходила, не просила ничего, чтобы мне там поставьте, я там мама, я бываю в декрете, пе-пе-пе, ля-ля-ля. Мне это не нужно было, потому что я знала, что я справлюсь и так. То есть, представьте, люди какие, а? Вот люди какие. Как вы не будете сдавать? Тогда мы будем вас ненавидеть. Мы не будем вам давать расписание уроков. Мы не будем вам давать свои конспекты. Ну, а учитель там говорит, ну возьмите у кого-нибудь конспекты. А нас было, по-моему, четыре там молодых вот девчонки. Мы как бы сидели там вместе, угорали. У нас, короче, тоже это буллинг своеобразный вот этот начался, бля. Так было смешно над этими бабками смеяться. Дай бог им здоровья, конечно. Их детям, ага. И сейчас я в Америке. Как бы без знания английского. И как-то справляюсь. Прикиньте. Всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok